Продолжение следует... Про которые связаны с драгоценными камнями поговорим. И вот про всякое такое. Будет интересно. Так, начнем с чего? В прошлом году мне написало, ну, наверное, человек 50-60 в течение года. Вот с такой темой. Я считаю, что людям надо дать награду. И, ну, это лучшая идея прошлого года или прорыв прошлого года в мире камней. И такого никто раньше не придумывал. Значит, в чем суть? Мне пишет человек. Привет! Я миллионер. Или там. Я богатый человек. Я бизнесмен. У меня есть вот партнер по бизнесу. У него сейчас есть проблемы. Он немножко так подразорился. И ты знаешь, он очень давно, очень выгодно у султана Брунея или там у какого-нибудь арабского шейха приобрел очень интересный камень. Камень оценивают, ну, допустим, там 160 миллионов долларов. Ну, ему сейчас очень сильно нужны деньги. Поэтому он согласен его отдать за полцены. Может быть, у тебя есть покупатели. Посмотри, я тебе посоветую. И вот всегда истории такие, что... Каждый раз история, она повторяет с разными вариантами. Да, что вот бизнесмен, заложил банк, должен денег, обанкротился, хочет купить. Виллу не хватает денег у него немного там. И вот он по какой-то причине срочно продает этот камень. И это очень надежный, очень важный человек. Я говорю, ну, давайте, интересно посмотреть. Мне скидывают вот такие штуки. Смотрите внимательно. Я не стал прям все собирать, да, в кучу. Их очень много мне накидали в прошлом году. И в этом году уже даже накидали. Что такое? Посмотрите мое видео. Я прикрепляю его внизу. Два видео даже, да. Добыча рубинов в Танзании. И рынок Варуша. Рынок драгоценных камней Варуша. Это так называемые корунды. То есть, это корунд. То есть, порода рубиновая. То есть, рубины, сафиры, это тоже корунд, да. Но так, к сожалению, получилось, что именно в этом куске порода рубин, он не ювелирного качества. Там огромное количество включений. То есть, он весь состоит из включений. В принципе, это такой корунд, смешанный с огромным количеством добавок, других дополнительных минералов, которые его делают не ювелирным. Это отходы производства. То есть, такие камни выбрасывают на добычей. И вы это видели. Я показывал. Я их прям там садился, собирал, вам показывал, рассказывал. Смотрите, здесь вот больше, здесь меньше. Вот тут он такой, этот секой. Вывозить их там десятки тысяч тонн. Ну, прям горы такие навалены огромные. Я тоже все это показывал. Вывозить их оттуда смысла никакого нет. Это, то есть, эти отходы ничего не стоят. А бензин, да, вот по бездорожью, представьте, гонять. Это должен какой-то быть военный грузовик, наверное. Туда-обратно гонять его. Это будет стоить тысячи долларов. Обычно военные грузовики жгут очень много бензина. Его плюс надо где-то купить. А продать его можно, ну, вот, знаете, на стол положить для красоты. То есть, как сувенир. Ну, долларов за пять. Ну, вот, собственно, варуши на рынке их так продают. И в Бирме, где рубины добывают, их так продают. И, в принципе, везде, где добывают корунды, их примерно по пять, по шесть, там, по одному доллару. Так продают. Значит, так было всегда. Но в прошлом году появились гениальные люди, которые стали покупать эти вот пятидолларовые сувениры. Сдавать их на сертификаты. Вот смотрите, да, например. GRS. Это довольно серьезная лаборатория. Сертификат стоит в ней сделать, ну, долларов 300-400 примерно. То есть, не самое дешевое. И они пишут действительно, что есть на самом деле, что это натуральный рубин. Но то, что не ювелирного качества, как бы, оценщик, который сидит в лаборатории, да, или, там, компьютер, который прозванивает. Ну, ему все равно какого качества. Очень плохого, или очень хорошего, или великолепного. Если это рубин, он пишет рубин. Вот, и вот, собственно, вся схема мошенническая, она построена вот именно на этом, да. Второй этап. Нанимается некий, в кавычках, специалист, который выписывает бумажку с печатями. Все выглядит очень убедительно. Я сейчас искал-искал, не нашел. Если к моменту монтажа видео найду, прикрепим. Если не найду, там, ну, просто бумажка с какой-то левой печатью. И написано, эксперт, оценщик, там, Иванов, Иван Иванович, причем в разных странах это делают. Я оцениваю этот камень в 160 миллионов долларов. Вот. Супер. Отлично. Причем, мне пишут, как и люди, которые хотят продать, то есть, скорее всего, это мошенники. Они через меня хотят вам это продать, да. А также мне пишут люди, которые уже купили и хотят перепродать. То есть, ну, явно, что не за 160 миллионов, скорее всего, продали так же. Это, типа, знаете, показали эту бумажку, что, смотри, стоит 160 миллионов. Ну, нам сейчас очень сильно деньги нужны. Я продам тебе за 20 миллионов. Или, там, за 2 миллиона, может быть. Ну, вот, как бы, очень прикольно. Я считаю, гениальная идея, отличная. И, судя по количеству людей, которые мне пишут об этом, ну, многие на это купились. Прямо действительно многие. То есть, прям супер. Я считаю, что Оскар за 2020 год в плане криминального бизнеса и аферизма в сфере камней, вот, должны получить эти ребята. Ребята, если вы меня смотрите, напишите. Я вам подарю какой-нибудь натуральный камешек. Хоть какой-то у вас будет камень ювелирного качества драгоценный. Так, следующий момент. Меня это всегда удивляло. И вот, пару дней назад это произошло еще. Очередной раз. Мне пишут люди. Здравствуйте, Константин. Посмотрите, что я приобрел на ярмарке мастеров. На ebay. На пляже в городе Паттайя. На пляже в Танзании. Вот, позавчера мне позвонили, написали, записали голосовые, скинули фото-видео. Две женщины русские. Константин, мы хотели с вами поделиться и спросить, ну, дешево мы купили или дорого. Обманули ли нас по цене. Мы на пляже купили два танзанита. Один за 1000 долларов, другой за 1300 долларов. Я пишу, отлично, давайте фото-видео танзанитов, но давайте, пожалуй, начнем с сертификатов. Покажите, пожалуйста, сертификаты. Дело в том, что в Танзании сертификаты не выписывают, потому что лаборатории здесь нету. Они пишут, да-да, мы смотрим все ваши видео, мы ваши подписчики. Именно поэтому мы вас знаем и вам пишем. И вот мы хотим узнать, настоящие ли мы купили камни. Ну, они просили их не выкладывать. Я, кстати, не знаю, почему, может, вы хотите продать потом в России кому-нибудь, почему не выкладывать. Ну, естественно, они купили точеное стекло. Вот что для меня является непонятным в этой истории. Если вы меня смотрите давно, почему вы мне не пишете до того, как это купить? Вот в чем, как бы, непонятность. Я помогу бесплатно, я скажу свое оценочное мнение, да, я подскажу, как проверить, куда сдать, как договориться, какие документы попросить. Это все бесплатно. Вы можете купить, конечно же, у меня, естественно, но я всегда даю бесплатные консультации по любым подобным вопросам. Без проблем, как бы, не говорю, что все вокруг полная фигня, покупайте столько у меня. Нет, есть хорошие продавцы, я об этом говорю практически в каждом видео. Есть хорошие компании, есть у людей хорошие камни. Но на пляже без документов, если вы еще смотрите меня уже давно и серьезно, они сказали, что то ли два года меня смотрят. Это довольно странно. Я, честно, пока, ну, для себя пока я объяснить это не могу никак, честно. Может быть, вот, если вы были в такой ситуации, напишите мне, как, в чем проблема, как это происходит. Так, третий момент. В очередной раз появились жертвы моей второй страницы в Инстаграме. Рассказывал уже об этом летом, в августе, мне кажется. Но, видимо, надо рассказывать еще. Ребята из Афганистана, Пакистана, Шри-Ланки, Индии, откуда угодно. Я думаю, что и русские такие есть, просто мне пока не попадалось. Копируют фоточки с моей страницы, с других страниц людей, которые занимаются камнями. Выкладывают, подбирают логотип похожий или вообще мой копируют. В принципе, в чем проблема. И начинают подписываться на моих подписчиков в Инстаграме и им всем писать. И предлагать камни. Причем цена там в 3-5 раз ниже. Мне вот пару дней назад написал парень, тоже старый подписчик и покупатель. Говорит, Костя, я смотрю, у тебя идет акция на твоей второй странице. Ну вот. Ребят, у меня страница только одна. Она здесь внизу. Посмотрите, вот никаких других страниц. Вот у меня одна страница компании, я ее прикладываю. И одна страница моя личная, я ее тоже прикладываю. Если вы купите где-то в других местах, мои камни, у меня, в Инстаграме, я никакой ответственности за это не несу. И таких вот людей, которые купили вот таких ребят, у которых кроме картинок ничего нету, никогда не было никаких камней. То есть они просто выкладывают картинки, берут деньги и исчезают. Таких людей довольно много. И мне многие из них пишут, и даже кому-то из них мне удалось помочь. Потому что на Шеланке я уже давно и серьезно, у меня там есть некие сферы влияния, рычаги управления. Вот иногда даже получается у этих, значит, негодяев обратно вынимать денежку. Вот смотрите, отзыв одной из девушек. Привет всем. Расскажу вам, какая может получиться сделка, когда покупаешь камень онлайн, у продавца которого ты не знаешь и не проверил. Ситуация такая, что большая часть сделок по купли-продаже камней происходит именно онлайн в силу специфики этого рынка. И почти всегда с условием полной или частичной предоплаты. Покупатель приводит какую-то сумму, продавец получает деньги и отправляет посылку. Так бывает при хороших раскладах, когда честные люди делают честные сделки. К сожалению, в интернете, в соцсетях бывают плохие расклады, когда покупатели попадают на недобросовестных дилеров, на мошенников. Не так давно я сама попала на такого мошенника. Мне в директ Инстаграма написал дилер из Шри-Ланки с предложением своих камней. На странице у него действительно были очень достойные камни. И вообще красивая страница, хорошая подача, а главное, очень хорошие низкие цены. Я подтвердила покупку, перевела деньги, но никакого камня продавец мне отправлять не собирался. И это мог бы быть уже конец истории под названием Кидалова. К счастью, я рассказала эту ситуацию своему коллеге Косте. А Косте – это крупный дилер, Cinergems, известный на рынке, с офисами в странах, связанных с GemTrade, и на Шри-Ланке в частности. Многих дилеров Костя знает лично, поэтому этого продавца он сразу узнал. Оказалось, что это серийный кидальщик, уже известный, который обманул достаточно много покупателей на десятки тысяч долларов. На YouTube-канале Cinergems есть отдельное видео на эту тему. Там Костя разбирает махинации этого дилера в сделках с камнями. Очень советую посмотреть. В конечном счете, мне повезло, благодаря помощи Cinergems, их авторитету, влиянию на рынке, удалось вернуть эти деньги. Но мой случай, скорее, исключение. Поэтому я вас очень призываю знать своего продавца и иметь дело только с проверенными, понятными дилерами. Так, посмотрели отзыв. На самом деле, таких историй неприятных много довольно. И, ну, не прям, чтобы десятки или сотни, да, но там две-три в месяц. Иногда пять-шесть в месяц бывает. И, внимание, я не гарантирую, что всем, кого обманут в интернете, я смогу, помогу вернуть деньги. Нет, это вот повезло, что я сдам нужных людей, полицейских, которые знают этого парня, где он живет, и мы деньги смогли вернуть. Не только, кстати, для этой девушки, еще для нескольких человек. И сейчас в процессе возврата там еще более крупной суммы одной. Вот, то есть, есть такие продавцы ко мне, которых у них нету. Ко мне никакого отношения не имеют. В России такие тоже есть. Будьте осторожны. Внимание, я опять не утверждаю, что нужно покупать все только у меня. Ни в коем случае, да. Нужно все проверять. Всегда, обязательно. Сертификаты, гарантии. Какие я даю гарантии? Я беру 500 долларов, вы получаете камень с сертификатом, можете сделать повторный сертификат. Если все в порядке, только тогда отдайте мне деньги. Мне кажется, это лучшие гарантии вообще. Ну и плюс, я свое лицо, свои перемещения везде показываю. Если люди требуют мои документы какие-то, я им скидываю даже свои документы. То есть, я на эту тему не парюсь совершенно. Четвертая тема. Творческая. Очень мне нравится. Сейчас, секундочку, я поищу в переписке и вам прочитаю. Так, нашел. Таких писем мне приходит в месяц, ну, иногда 5-6. Обычно минимум 2-3. Минимум, да. И там всегда так все очень романтично, все очень душевно. И мне вот прям очень нравится все это читать. С разрешения хозяйки, читая переписку. Показывать скрины не буду, номер светить не буду, ничего не буду, имена меняю. Да? Вот. Добрый день, Константин. Случайно мне пришло видео на YouTube про Зназибар. Еще вам написать. Почему не знаю, но, наверное, сам Господь откликнулся на молитвы моей школьной подруги. История такова. Моя подруга, допустим, Наташа, происходит от семьи и семьи предпринимателей, скорняков из города Богородска. Когда-то они владели большим производством. На данный момент от бывого богатства осталось два старых иранских ковра ручной работы и изумрудная друза весом 3,5 килограмма. Ну, это огромное состояние. То есть, друза, если они ювелирного качества, чистые изумруды, особенно если это муза Колумбия или это уральский изумруд, да, а здесь намек идет на старинность происхождения, ну, это десятки или сотни, сотни миллионов долларов, наверное, я думаю, 100-200 миллионов долларов минимум, а то и побольше. История этого изумруда такова. В начале 19 века был заказ крупной партии изделий для заводов Демидова на Урале. Так ли это на самом деле, не знаю, пересказываю семейное предание. То есть, видите, в этой семье появилась старинное предание, которое передают из поколения в поколение. Ну, это же красиво. Приказчик Демидовых проиграл часть денег за произведенную продукцию, написал заемную бумагу, а часть оплатил вот этим изумрудом. По векселе деньги были получены, а камень остался в семье. Вот. Дальше она описывает, что семья сейчас совсем бедно живет, все очень плохо, там кто-то болеет, кто-то инвалид, в общем, ситуация не очень хорошая. Вот. И они решили продать этот огромный изумруд, три с половиной килограмма этого, да, вот, но они боятся везти в МГУ, потому что их могут обмануть сами сотрудники МГУ, по дороге их могут ограбить, вещь-то все-таки очень дорогая, стоит огромных денег. вот, значит, минутку, боятся, опять же, законов, что их арестуют, оштрафуют, посадят. Так, далее, она мне скидывает фоточки, смотрите, фоточки, что это такое? Это, когда бутылочное стекло на заводе разливают, получается, брак, оно идет пузыриками, и такой, получается, швак, его просто выливают на землю и выкидывают на мусорку. И вот таких изумрудов, сафиров мне присылают несколько раз в месяц, так сказать, минимум. Была тоже великолепная, красивейшая история из Дагестана, к сожалению, уже очень далеко у меня ушло, очень долго искайте, это надо неделю сидеть, чтобы найти. А значит, там еще более такая романтическая история. Там в прабабка была безумной красоты, дагестанка, безумной красоты, и как-то во время какой-то войны или охоты, в общем, какой-то турецкий шах был со свитой и там с сопровождением, со двором, вот правильно сказать, со двором, в путешествии мимо проезжали они этой дагестанской деревушке, он влюбился в эту прабабушку, очень сильно влюбился, но так как он ехал то ли на войну, то ли с войны, места у него были в бизнес-классе ограничены, он ее не смог взять с собой, но как бы, чтобы показать свою любовь, он ей просто подарил сейчас вот такой сапфир, вот такой, и тоже они его хранят из поколения в поколение, берегут на черный день, они понимают, что по сути они уже миллиардеры или миллионеры, но как бы все-таки семейные реликвии, плюс очень опасно его Москву везти, продавать, потому что как только в МГУ специалисты увидят этот сапфир, они сразу стуканут в ФСБ и все пропало, вот, романтика, видите, народное творчество, мне очень нравится, очень, пишите побольше таких историй, я надеюсь, я вас порадовал, вопрос в чем, случайно в деревню, ну это знаете, как вот, я буду вам рассказывать, что у меня все дедушки, бабушки, работяги, ну один случайно у него как-то вот случайно появился автопарк в Феррари, Мазерати, Порши и всякое такое, ну, это не то, что маловероятно, это вообще невероятно, и, но, тем не менее, видите, насколько желание людей верить во что-то лучшее, красивое и хорошее, оно вот, собственно, побеждает, вот, на сегодня все, будьте осторожны, пожалуйста, пишите мне до того, как вы купили стекло на пляже или какие-то камни с моей другой страницы, где сейчас идет акция и распродажа, у нас не бывает ни акции, ни распродаж, почему, потому что у нас огромная очередь по заказам на 2-3 месяца вперед стоит и, собственно, никаких нужды устраивать какие-то акции у нас, к счастью, нету. Всем пока, не болейте, всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok